А что еще о бестии рассказывают, кроме того, что это божья кара? Люди не так глупы. Они видят, что бестия убивает только в дни святых покровителей. Какая придирчивая. Девушки отдыхают. Ведь в самом деле натравливать ведьмака на бестию – это как лечить тифилис в гонореи. Сам белый волк. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Я не почише. Нет, не почише. И ты в это веришь? Что это у меня в голове шум Витера? Да. Неました. Да. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Блядь. 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 Поможем им. Чехия. Вперёд. Тише, тише. Я Perquè you come to beat me. Ты даже не сын. А Italian barbaric konligt Garcia. Готовьешь ты вторую мечту. Будешь врисовать не в преступности. Встал! Над ним свеча не встал! А вдруг ведьма? Компадин прыжет! Над монстром очутился! Продолжение следует... 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 Если бы мы могли повернуть время вспеть, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил в башне, чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. А, вот человек, который лично повел бы его на эшафот. Капитан моей гвардии Дамьен де ла Тур. Ваша милость, ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы... Я уже обо всем знаю. Это существо в подвале Корва Бьянка. Это была бестия? Это была Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки и в Корва Бьянка. Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, господин Галатур? Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда. Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает большие хлопоты. А у нас здесь хлопот достаточно. Мы бы управились с бестией сами. Дамьен, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Определенно. Но если уж ты затронул эту тему, поговорим о его вознаграждении. Правду ли говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, но чего не ждешь? Это не вся правда, ваша милость. К праву неожиданности прибегают крайне редко. Обычно мы принимаем плату золотом. Как жаль. Такая чудесная легенда. С другой стороны, вернувшись во дворец, мы бы обнаружили там или нетерпеливых просителей, или образцы ткани для нового платья. И то, и другое. Негодная награда. Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корво Бьянко. И денежной суммой, без сомнения, достаточной. Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты. Во время охоты тебе все равно понадобится жилище. Деньги получишь, когда выследишь бестию. Прекрасный жест, ваша милость. Кажется, в Корво Бьянко устроили мертвецкую. Правда? Опять балаган в канцелярии. Ни на миг нельзя упускать их из виду. Впрочем, нам кажется, что для Ведьмака это небольшая неприятность. Более того, ничто не улучшает репутацию вина надежнее, чем мрачная легенда. Благодарю вас, ваша милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, мне нужны сведения. Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Крис Пи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но, постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием. Крис Пи не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным и, говорят, обманывал. Он просил освободить его от придворных церемоний, но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обед, тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет. Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислоненного к городскому позорному столбу. На шее у него висел его собственный меч. Он умер от ран, нанесенных с большой силой, когтями, не оружием. Умер он внезапно, а тело было на четвереньках. То есть кто-то его усадил. Да, похоже на то. Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не заглянет. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных местах. В результате весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов? За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча – грелка для постели. Рамон Дюлак, рыцарь, который лет пятнадцать назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это все-таки месть? Не исключено. У Дюлака были темные делишки с преступным миром. Но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. Значит, две первые жертвы – рыцари, лучшие годы которых были позади. Тоже можно сказать о третьем убитом. Господин Делакруа говаривал, что новые времена бросают рыцарям новые вызовы, а предприимчивость – шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном. Польмерин даже называл его крохобором. Я нашел при нем мешочек с монетами. Там были только флораны. Разных лет и из разных провинций империи. Делакруа любил деньги. Но для нумизматики у него не хватило бы терпения. Делакруа Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцари Тусэнта? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарем владычица озеро. А как было на самом деле, не знает уже никто. Мы в Тусэнте верим, что человек низкий по рождению должен быть простодушен и послушен. От рыцарей же требуется больше. Они и солдаты, и придворные, и господа, и слуги. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, рыцарь притягает чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Может, бестие действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести позорный столб. Вместо мудрости шутовство. Вместо щедрости кашель золота в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Что-то в этом есть, если эта версия у всех горожан на устах. Значит, очередное убийство снова будет показательным и выявит противоположность четвертой добродетели. Я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мильтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю почему. Погодите. Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость. Трусливый, как заяц. Возможно ли? Следующая жертва – Мильтон де Пейрак Пейран? А ведь Мильтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьян, как мы могли это упустить? Много лет де Пейрак Пейран, Креспи, Делакруа и Дюлак – все четверо были в одной рыцарской дружине. В одной дружине? Они были доверенными лицами нашего августейшего отца. И мы много раз видели, как он поручает им деликатные задания. Потом их дороги разошлись. Вряд ли это случайность. Это главная подсказка к загадке бестии. Ваша милость, нужно сейчас же найти Мильтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то одевшись зайцем и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Никто не знает, что за место он выбрал себе в укрытие. Я велю сейчас же прервать игру. Но прежде всего будем сохранять спокойствие. Дамьен, прикажи обыскать сады. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забаву. Паника может вынудить бестию напасть до срока. А ты, ведьмак, за мной. Это мои сады. И мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! Ваше мясо! Зараза! Вот я... Ваша милость, я... Никто не пойму. Никто не пойму. Никто не пойму. Это шелк, осторожней! Отдай мне! Сrituit! Победу! Тьмое курс, я... Ты знал, не так... Тьмое... Тьмое курс... Эй! Тьмое курс... Тьмое курс... День». Тьмое курс... 2805. Тьмое курс... voilà... Ваша милость прекрасно держится в седле. С дороги! С дороги, я сказала! Это здесь! Уже за углом! Поспеши! Мы должны спуститься туда, где идет забава. Участники ищут рог единорога, золотую рыбку и яйцо феникса. И с их помощью они узнают, где прячется заяц, то есть мельтон. Выходит, нам тоже надо их найти? Нет другого выхода. Но время не ждет. Так что придется нарушить правила. Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо феникса. Так будет быстрее. Как ловят золотую рыбку? Сетью? Гераль, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки. А ты просто нырнешь и отыщешь ее. А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь примаешь. Вон он там бегает. Посмотри. В золотой рыбке и в роге находятся предметы, которые позволят нам найти Мельтона. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет яйцо феникса. Все ясно? Тогда за дело. В золотой рыбке и в золотой рыбке и в золотой рыбке. Продолжение следует... Продолжение следует...